Аллилуйя, слава Богу! Очень трогательно, 28 лет спустя, ну, снова встретиться и встретиться в служении Господу. Аллилуйя! Давайте посмотрим Якова, первое послание, ой, одно послание Якова, потому что очень такой момент, надо собраться, чтобы не прослезиться. Якова, первая глава, здесь написано со второго по четвертый стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И я хочу сосчитать то же самое в английском. В английском, знаете, как написано «My fellow believers, мои возлюбленные верующие, когда вам кажется, что вы встретились ни с чем иным, как с трудностями, рассматривайте это как бесценную возможность пережить величайшую радость в своей жизни, которую вы только можете». И, конечно, когда начинаешь считать, думаешь, о-о-о, я понимаю, радость пережить мешок денег подбросили, еще лучше вагон. А пережить величайшую радость, когда встречаешься с трудностями, это уже как-то, слушайте, это что-то надо. Я же ничего не принимал, правильно, читаю трезво все, и написано «Потому что вы знаете, что когда ваша вера испытана, она производит силу в русском терпении, силу выносливости. А выносливость, в свою очередь, она делает нас сильными и высвобождает совершенство в каждую часть нашего бытия, нашей жизни. Таким образом, что ничего не упускается и ничего не пропадает. То есть, получается, что есть объяснение, почему радоваться, потому что наша вера, она испытывается. Значит, наша вера, когда испытана, она воспроизводит выносливость, а выносливость, она, в свою очередь, высвобождает в нашей жизни совершенство. И совершенство, да, зрелость. И, конечно же, когда мы читаем, вот, когда я размышляю тоже на эту тему зрелости, совершенство, это не только Яков, который говорит здесь, да. Павел пишет 1 Коринфянам 3.1, вы младенцы, хочу говорить с вами как взрослыми, как с духовными. И Евреям 5, там, 12-13, он говорит, что вам уже пора быть учителями, а вы все еще питаетесь молоком и нетвердой пищей. То есть, эта тема совершенственно очень проходит, так, красной нитью, да, через послание апостолов. И Галатам 4 глава, там, он пишет и говорит, что, слушайте, мы же наследники во Христе, начиная с 3.29, вы семьи Аврамова, да, и во Христе вы наследники. И потом он развивает эту тему и говорит, что, ну, впрочем, наследник, если он еще пока маленький и незрелый, он ничем не отличается от раба. Он ничем не отличается от раба. Поэтому, обладая большим наследием, но если не вырос и не стал зрелым, получается в наследие, что не вступаешь, не вступаешь в наследие, не входишь в это наследие. А что является нашим наследием? Конечно же, вот, мы считаем, Слово Божие, мы считаем тут огромное наследие для нас. Огромное-огромное наследие, это целое, ну, как бы, можем говорить очень долго на эту тему о нашем наследии. Но самая главная мысль, чтобы овладеть и войти в наше наследие, нам нужно стать кем? Зрелым. Нам нужно стать зрелым, потому что маленькому, вот, пастор Илюш, вот, хлопал, прекрасный, чудный мальчик, просто модель юная. Но все равно, ты же не дашь ему, там, тысячу долларов, не скажешь, Илья, купи, там, щей, там, и так далее, да. То есть маленьким идут в магазин, хлеба, буханка стоит 18 копеек, дали 20 копеек, все. Две копейки только тебе, там, я не знаю. Понимаем, да, всю эту процедуру, поэтому стать совершенными, стать зрелыми, это очень важно. И вот испытания, они как раз-таки играют в этом свою роль. И давайте посмотрим пару апостольских молитв также в эту тему. Колоссянам 1 глава, давайте почитаем Колоссянам 1 глава. О совершенстве, что здесь написано, Колоссянам 1, апостол Павел молится. Некоторые люди часто спрашивают, как молиться за себя, за церковь. Друзья, это тоже прекрасный пример апостольской молитвы. Апостол Павел молится за верующих следующими словами. Колоссянам 1, 9, он здесь говорит. Значит, посему и мы с того дня, как о вас услышали, не перестаем молиться о вас. Смотрите. И просить. Просить чего? Чтобы вы исполнились познания воли его. Это первое, за что он молится о верующих. То есть это вы всегда можете молиться. И молитва Господня очень наша, да будет воля твоя. И это очень важная вещь в нашем становлении духовном и возрастании. Здесь в английском написано, апостол Павел пишет, с того момента, как я узнал о вас, я не перестаю молиться, чтобы вы исполнились пониманием Божьих желаний. Пониманием Божьих желаний. Да, то есть это очень важно. Деяние 13, 22 мы считаем, что таким человеком был Давид. Написано, отринув Саула, Бог поставил Давида, потому что он сказал, это муж по сердцу моему, который исполнит все желания мои и хотения мои. Да, отринув его, поставил он царем Давида, о котором и сказано, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. То есть вот Давид, он был таким человеком, он был таким примером. Вот евреи жили, жили, Израиль жил, жил, уже полтысячи прожили, и вдруг Давид говорит, слушайте, вот я тоже живу, как и все, но я живу в доме кедровом, а почему у нас ковчег Господин, сердце нашего общества, нашей жизни, он где-то в шатре находится, в селоме, почему бы нам не построить храм? А это тоже было в сердце Бога, ну как-то все жили, говорю, полтысячи лет, и никто не прочитал это, а он прочитал это, говорит, слушайте, давайте будем строить храм. Он не смог, он приготовился, чтобы сын Соломон построил. То есть, поэтому этот человек, да, он читал Божье что? Желание, Божью волю. И апостол Павел здесь молится Колоссянам, он говорит, братья и сестры, я молюсь за вас, чтобы вы исполнялись пониманием Божьих желаний для вашей жизни. Друзья, это очень важно, потому что в Солом 138 здесь написано, Солома перед Завид говорит, что прежде, нежели я пришел, когда моих дней вообще не было, это с 13 стиха, Он говорит, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей, славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. И 15-16 стих, не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне и образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть, оказывается, есть книга жизни, есть много книг жизни, есть небесная канцелярия, там есть файлы на всех из нас. И Бог, прежде всего, чем Он поместил нас на эту землю, Он уже прописал нам нашу жизнь. И поэтому, когда мы молимся, Господь, какие эти желания, Бог говорит, да, я свои желания уже изложил для тебя здесь. Там ангелы могут открыть твой файл, посмотреть, ага, Сергей, где ты находишься? Ага, Андрей, пастор, что ты делаешь сегодня? Ты в чем движешься? То есть, у Него уже все написано. И это хорошо, когда мы сможем, мы можем то, что у нас написано, согласовывать с тем, что мы сегодня делаем. Мы будем тогда очень счастливы, удовлетворены, нам будет радостно, мы будем ликовать, не важно, что мы переживаем. И вот поэтому апостол Павел молится, говорит, я молюсь за вас, чтобы вы исполнялись пониманием Божьих желаний, чтобы то, что у вас написано в книге жизни, прежде того, что вы пришли на землю, чтобы вот это все исполнялось в вашей жизни, чтобы вы следовали тому, что у вас прописано. И тогда вы будете счастливы, да, потому что если Бог видит вас в чем-то или где-то, а вы в другом месте, тогда, ну тогда будут неприятности, небольшие такие переживания, как мы находим в книге Ионы. Бог говорит, иди в Нинею, он понял, сэр, разворачивается на 180 градусов и уплывет в противоположном управлении. Как будто он не дочув, но он все прекрасно дочув, он все понял, просто решил, я не знаю, вот так вот, да. Это, ну там, кит поджидал, там, целая другая история, просто для любителей приключений хорошо, там, интересно посчитать, как все развивалось. То есть, Божья воля, понимание его желаний, это очень-очень важно. Поэтому всегда молитесь, чтобы вы сподобились понимать его сердце, что он имеет для вас, для вашей церкви, для вашей жизни, для ваших детей, для вашей семьи. Это очень важно, потому что в этом тоже залог нашего благословения и также нашего роста. Аминь. Второе, о чем молится Павел Колоссянам, он говорит здесь, если мы возвращаем, первое, чтобы мы исполнялись познанием воли его и его желаний для своей жизни. Второе, он молится и просит, чтобы вы исполнялись чего? Познанием премудрости и разумении духовном. Духовном. Значит, в английском языке написано так, значит, чтобы, we pray, every kind of wisdom and spiritual understanding. В английском написано, чтобы вы исполнялись мудрости и духовного понимания. Кто слышит меня? Исполнялись мудрости и духовного понимания. Друзья, очень важно, чтобы мы именно духовно понимали вещи. Что значит духовно понимать? Чтобы мы видели и оценивали вещи так, как их видит и оценивает Бог. У нас есть небольшая проблема с этим, потому что 1 Коринфянам 2,14 написано, что душевный человек, он есть у всех нас, он не понимает того, что от Духа Божьего. Потому что он почитает это безумие. Вот я недавно был на мужском служении, мы беседовали, начинали служение. Друг, я обратил внимание, один брат, давно узнали, мы в футбол играли, говорю, слушай, а ты крещен Духом Святым? Нет. Говорю, так ты же пятидесятник. С 2002 года там ходишь. Я сам даже не ожидал, давно узнали. Нет. Говорю, а как так? Ну, я еще не готов, когда я освещусь достаточно, мысли плоские и так далее. Говорю, слушай, ну ты правильно понимаешь, это дар от Бога, ты можешь принять его как из спасения. Убездили, пять минут наставления, убедился, говорю, все, молимся. Добровольно, принудительном порядке. Я считаю, до трех, ты повторяешь за мной, и мы молимся. Понял, понял, да, то есть. У меня такая иногда методика сохранилась. Да, такая. Ну да, но работает. И да, засчитали трех, все, взмолился, замолился, молился, все, все, хорошо, слава Богу. Я говорю, ну что, а вот оно что, вот они как языки, да, а что. А мне, я помню, было так тяжело, просто так трудно было. И я молюсь Богу, говорю, Боже, я прошу тебя, вдруг, говорит, ниоткуда эта бракадабра лезет, я ее гоню, отойди. Я же хочу нормально сформулировать молитву, чтобы отец меня понял. Но мне так тяжело, мне так трудно. И опять эта бракадабра лезет. Я говорю, а, так сегодня, короче, это абра-кадабра, а сегодня она вылезла уже, все. И я, потому что я умом, я гоню, говорю, да что за сумасшествие, что это такое, что за наваждение. Аллюя. То есть, душевный человек почитает это что? Он почитает это безумием. Он почитает это безумием. Друзья, ну это только один фрагмент. Это один фрагмент, а таких очень много. Допустим, давайте посмотрим вместе. Бытие, нет, Бытие. Исайя, 49 глава, 13-14 стих. То есть, вот с этим душевным человеком у нас много связано. Бытие, Исайя, 49 глава, 13-14 стих. Здесь тоже, вот мы прочитаем про душевного, духовного человека вместе. Исайя, 49, 13-14. Здесь написано. «Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Очень хорошее послание. А 14-й стих написано, что верующие говорят. А Сион, Сион это верующие, это образ нас, верующих. А что верующие говорят? «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Бог говорит, ребят, радуйтесь. У меня хорошая новость для вас. Все, там были какие-то трения, недоразумения, это все в прошлом. «Я хочу утешить вас, я простил вас, у вас все хорошо, и я являю милость вам». А как Божий народ реагирует на эти слова? Они говорят, «Не, Господь оставил нас, Бог мой забыл меня». Это Бог начинает утешать и говорить, что забудет ли женщина, грудное дитя свое, чтобы позабыть сына чрева свое. Но если и она забыла, то я не забуду тебя, потому что я начертал тебе на дланях своих. И стены твои всегда передо мною. Итак, опять мы видим Бог, который говорит через свое слово, говорит духовное послание народу Божьему. И реакция народа Божьего, она совершенно какая? Ну, не такая. Ну, то есть, она вообще как бы противоположная. Потому что Бог говорит, радуйся, вот, у меня есть новая реальность для тебя, новый день, новая жизнь. Он говорит, нет, Господь забыл, Господь оставил, у меня все плохо, у нас все плохо. Четвертая книга царств. Опять мы говорим о душевном, духовном. Четвертая книга царств, 4 глава, 26-27 стих. Четвертая книга царств, 4 глава, 26-27 стих. Это тоже очень известная история. Я не знаю, если у нас, да, хватит времени прочитать ее всю. Это женщина-сонамитянка, она оказала добро пророку Божьему Елисею. Здесь не написано, кто-то смотрит, говорит, что ты читаешь. Это как бы целая предыстория, это целая глава. Что был пророк в Израиле, его звали Елисей. Это был человек Божий, и он постоянно ходил. У него был определенный маршрут, по которому он ходил и служил в Израиле. И на этом маршруте женщина заметила, что такой человек Божий ходит. Она сделала ему горницу, короче, сделала определенные услуги, чтобы он мог переночевать у них дома. И этот человек, он сказал, послушай, есть ли у тебя какие-то проблемы? Она сказала, проблем нет, все хорошо, в своем народе живу. Ни с царем, ни с кем не надо за меня слово замолвить. Но слуга говорит, есть у нее проблемы на самом деле. У нее нет сына. Они бездетные, ее муж уже взрослый человек, они вышли замуж, она вышла замуж. Он был намного старше, и сегодня как бы все выглядит безнадежно. Он говорит, серьезно? Через год в это время, когда я снова буду проходить мимо, будешь держать на руках сына. Ну так и случилось. Так и случилось. Да, приятно удивил. Господь может так вот приятно удивить, когда ей казалось, что все. Она даже и не просила об этом. То есть это вопрос закрытый. Просто даже не просила. Она говорит, если о чем-то помолиться, ничего, все хорошо, все нормально. А это даже, это уже, это все. Мы смирились, согласились, и все. Или нет. Через год этой порой буду идти снова, будешь держать на руках сына. Друзья, есть ли что-то трудное для? Для Господа. Есть ли что-то невозможное для него? И действительно, родился ребенок, вырос, стал подростком, пошел к папе пасть, я не знаю, наверное, овец после, коров. Написано, что заболела у него голова. Я не знаю, что там, солнечный удар, подробностей нет. Написано, он заболел и к полдню умер. И отец говорит, отнеси его к матери. И вот маме принесли этого ребенка. Да, подростка вырос. В Библии сколько лет? Отрок. Ну, как говорят, тинейджер. Вот, и она что, закрыла ребенка дома, собралась, говорит, я знаю, где живет этот человек Божий, пойду я к нему сама. И вот она по дороге пошла, и снова слуга этот бежит к ней навстречу, и спрашивает мне, и спрашивает, здоровый ли ты, здоровый ли муж твой, здоровый ли ребенок твой. Что он отвечает? Ну, немножко, как бы, не совсем все здоровы. Да, потому что ребенка ты закрыла в час или сколько-то часов назад, умершим остановила сердцебиение, ты пощупала пульс, оставила его, и ты пошла. Кто это отвечает? Кто это отвечает в ней? Конечно, это отвечает ее духовный человек, ее внутренний и сердечный человек, который стоит изо всех сил в вере, который, даже когда потерялась надежда, он все равно не теряет надежду. И она, как бы, сверх надежды, как написано Аврааме. Об Аврааме она доверяет Богу. Говорит, здоровый. Здоровый. Я не знаю, как она это сквозь зубы сказала, отскочила у нее от зубов, я не знаю, но она вдруг говорит, здоровый. Следующий стих мы читаем. 27-й. Но когда же пришла, подошла к человеку Божию на гору, то ухватилась за ноги его, и подошел к Геезия, чтобы отвезти ее. Но человек Божий сказал, оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь сокрыл от меня и не объявил мне. Ага, сначала была одна реакция, теперь какая реакция? Немножко уже другая реакция, да? Вроде бы, он говорит, в одном человеке сокрыто два, да? Ну, так мы и есть. У нас внутренняя борьба между духом и плотью, да? О которой Павел пишет в послании Галатам. Между духовным человеком и душевным плотским человеком. И что мы отвечаем? Она могла здорово сказать, да? И могла улыбнуться, и могла себя вообще по-другому вести. Понимаете, да? То есть, поэтому апостол Павел, когда молится Колоссянам, он говорит, послушай, послушайте, я молюсь за вас, чтобы вы исполнились мудрости и духовного понимания. То есть, первое, он молится, чтобы мы исполнялись Божьих желаний, второе, он молится, чтобы мы исполнялись духовного понимания. Духовного понимания. Потому что если мы просто будем душевно смотреть на вещи, то, ну тогда, конечно, будет очень туговато. Будет очень туговато, потому что душевная, приземленная реальность, она людей загоняет в петли, в самоубийство, люди сбрасываются, люди делают наркотики. Это очень тяжело на самом деле. Это очень тяжело. Потому что душевная мудрость, она земная, бесовская. Поэтому апостол Павел говорит, я молюсь о верующих Колосах, чтобы вы исполнялись еще раз чего? Духовного понимания вещей. Чтобы вы исполнялись духовного понимания вещей. Чтобы вы могли дать духовную всегда оценку. Чтобы вы видели вещи, как видит Бог. И, конечно же, что случилось? Мы все знаем конец этой истории. Бог воскресил ее сына. Бог воскресил ее сына. То самое Геезе взял посох Елисей, он пошел, положил, потом пришел сам Елисей, да, простерся над ним, сделал определенные вещи, которые Бог ему указал, и ребенок воскрес. Ребенок воскрес. Аллилуйя. Поэтому апостол Павел молится, говорит, исполняйтесь этого духовного понимания вещей. И третье, за что он молится здесь с Колоссяном, он говорит здесь, нет, это мудрость, я как бы вместе их поставил, исполняется мудрости и духовного понимания. Первое, исполняется понимание Божьей воли и его желания. Второе, исполняется мудрости и духовного понимания вещей. Да, я думаю, что в этом есть большая мудрость, когда мы можем видеть вещи так, как видит Бог, и оценивать их так, как оценивает Бог. Ну да, можно такой другой порядок ввести. А третье, если я пометил, здесь он говорит, как у нас написано Колоссянам, ходите, Колоссянам опять вернусь, третье, исполняюсь, исполняюсь, исполняюсь. Так, третье написано, и чтобы поступали достойно Бога. Поступали достойно Бога. И в английском написано здесь, чтобы выходили, we pray that you would walk in the ways of the true righteousness. Он говорит, я молюсь, чтобы выходили путями истинной праведности. Чтобы выходили путями истинной праведности. То есть, может, кто-то не совсем понимает, друзья, потому что, ну, праведность, это как бы наше дело правое, мы победим праведность от слова право. То есть, это и моральный кодекс, ну, и также, это отдельная тема. Но что я хочу просто сказать, ходили путями истинной праведности. Дело в том, что нравы и ценности, к сожалению, меняются с течением времени. Ну, допустим, в 80-е годы во Франции была уголовная статья за гомосексуализм. Это 80-е. А что мы знаем сегодня? Маргорода гомосексуалисты проводит, командует гомосексуальными парадами. То есть, как бы, апостол Павел говорит, ребята, все, как Иисус сказал, небо и земля придут, а мое слово останется, что вечным и неизменным. То есть, когда мы говорим о настоящей праведности, когда мы говорим о том, что хорошо и что плохо, а это может только нам подтвердить, что Слово Божие. И ничего другое. Кто-то какой-то конгресс собрался, объявил что-то, решил, что вот теперь это хорошо, а то было плохо. А потом еще чьи-то конгрессы, еще какие-то великие, сильные собрались мира сего, что-то порешали, переначали. Друзья, нас это не интересует. Мы смотрим в Слово Божье. Это есть истинная праведность. А оно нам указывает, оно нам говорит, что хорошо и что плохо на все времена и во все века. Аминь. Это третье, что он просит говорить. Ходите путями истинной праведности. Смотрите Слово Божье, смотрите в Писание. Это хартия христианина, этот компас, который никогда не собьется. Вот здесь написано, что истинно, что хорошо и что плохо. И четвертое здесь написано, чтобы вы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему. И принося плод во всяком деле благом. А, во всем угождая Ему, да. Во всем угождая Ему. Поэтому, это тоже выделило, чтобы мы во всем угождали Господу. Во всем, что мы делаем. То есть, когда мы делаем, ну не только в церкви, что мы такие хорошие, красивые, вкусные. И с нами хорошо. Но чтобы где бы мы не были, мы все равно понимали, что Господь, Он смотрит за нами. И наша жизнь, она Ему угождает. Аминь. И, я помню, одна жена проповедника сказала своему мужу, я хочу жить с тобой на сцене. Вот такой, какой ты за кафедрой. Ну, она тонко ему намекнула, может, кто-то не понял, да. То есть, она говорит, слушай, муж, я люблю тебя, я хочу жить с тобой всегда таким, какой ты за кафедрой. То есть, как бы она намекала на то, что, может быть, возможно, его настроение и его образ поведения меняется в семье или в других обстоятельствах. Поэтому, говорит, я хочу жить с тобой таким, какой ты здесь. Поэтому во всем, что мы делаем, мы угождали Богу на кухне, в школе, на работе, в семье, до дома. Во всем угождали Ему. Я тоже помню, посещал тоже одну семью, там кто-то закрылся, говорят, икону закрыли. Говорю, зачем ты закрыл? Ну, мы сейчас выпьем чарочку, чтобы Боженька не видел. Ну, я как-то думаю, ладно, ладно, думаю, хорошо, может, действительно, Боженька не увидит. Прикроем ему глазки. Друзья, и написано, давайте посмотрим последнее. Значит, во всем принося, а, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. А смотрите, как написано в английском. Я даже себе выписал. А тогда, я читаю здесь, тогда вы будете плодоносными ветвями, производящими жизнь Бога. То есть, Бог хочет, чтобы мы были, вот когда Он помолился вот до сюда, а потом говорит, вот тогда вы будете плодоносными ветвями, воспроизводящими жизнь Бога в зрелости и богатстве, переживании, знания Бога во всей Его полноте. То есть, когда мы прошли вот этой запятой, то, о чем мы говорили, тогда Он говорит, вот тогда, братья и сестры, вы будете плодоносными ветвями, воспроизводящими жизнь Бога в себе. То есть, ведь Бог что хочет? Чтобы мы стали реинкарнацией Иисуса Христа. Чтобы тот Иисус, которого мы приняли, Он во всей полноте проявлялся через нас. Какой Иисус? Его любовь, Его доброта, Его нежность, Его милость, Его сострадание, Его мир, Его радость. Чтобы вот эти качества Его характера, они проявлялись через нас. Они проявлялись через нас. Он говорит, Павел говорит, тогда вы будете плодоносными ветвями, производящими жизнь Бога, воспроизводящими жизнь Бога в себе во всей зрелости и богатстве, переживании, знаний Бога во всей Его полноте. Друзья, ведь жизнь с Богом, она богата прекрасными, что? Переживаниями с Ним. Прекрасными переживаниями с Ним. Мы переживаем радость, мир, Его прикосновение, любовь. Но есть большая гамма переживаний, которые Господь может нам дарить с Ним. Поэтому псалмопеист Давид говорит, что один день на пороге Дома Божьего – это лучше тысячи дней в шатрах нечестия или где-то еще. Шатрах нечестия, потому что Бог, Он наполняет нас и напоит нас из потока своих сладостей. И есть большое богатство переживаний, которые Бог нам дарит и которые мы можем иметь, ходя с Ним во всей полноте. Аллилуйя. И чтобы Господь помогал нам, что? Всегда понимать Его желание, исполняться духовного понимания вещей, ходить путями истинной праведности. И что? Во всем угождать Ему. Везде во всем угождать Ему. И тогда мы станем плодоносными ветвями, воспроводящими Его жизнь. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое является неисчерпаемым источником силы, мудрости, благодати, вдохновения для нас. Отец, мы благодарим Тебя за Твой призыв нам радоваться, когда мы переживаем трудности. Когда мы встречаемся с трудностями, Господи, Ты призываешь нас радоваться и расценивать это как великолепную возможность для нашего духовного возрастания. Когда через эти трудности воспроизводится выносливость, и выносливость, она высвобождает Твое совершенство в нашу жизнь. Она высвобождает Твое совершенство, Твою полноту. И мы растем в меру полного возраста Христова. Мы становимся зрелыми, мы становимся сильными, мы становимся теми, кому Ты можешь доверять нам Свое наследие. Наследие, доверять Свое наследие, Отец, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, за всех нас, помоги нам, Царь, помоги нам понимать Твои желания для нашей жизни. Помоги нам понимать того, что хочешь Ты. Помоги, Господь, я молюсь, за каждого, согласуй жизнь каждого, Господь, с тем, что написано о Нем в книге жизни. Прямо сейчас, Отец, во имя Иисуса. Я молюсь, за всех моих братьев и сестер, согласуй, согласуй, Господь, через благодать Твою, все, что написано в книге жизни о каждом, чтобы Ты привел нас в это место. Аллилуйя, Отец, во имя Иисуса, пусть придет Твое божественное согласование, Твое божественное согласование в нашу жизнь. Отец, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы Ты помогал нам, исполнял нас духовного понимания вещей. Господь, молюсь и прошу, чтобы Ты помогал нам видеть вещи так, как видишь их Ты. Чтобы, когда Ты говоришь радоваться, мне говорили Тебе в ответ, Боже, Ты оставил меня. Чтобы, Господь, Ты помогал нам возрастать духовно во имя Иисуса Христа. Возрастать духовно, Отец, во имя Иисуса Христа. Отец, возрастать духовно во имя Иисуса. Я также прошу и молю Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам ходить путями истинной праведности. Господь, чтобы мы не уклонялись ни направо, ни налево, как было сказано Иисусу Навину. Иди, Ты завоюешь эту землю, которую обещал Господь, эту обетованную землю. Поучайся в этом слове, поучайся в этой книге закона и делай все, что в ней написано. И не уклоняйся ни направо, ни налево, чтобы в точности исполнять то, что там написано. Господь, помоги нам точно так же. В точности исполнять то, что написано. Не уклоняться ни направо, ни налево. Не поддаваться никакому ветру учений, течений, философий во имя Иисуса Христа. И последнее, Господь, я молю, чтобы мы во всем угождали Тебе. Во всем угождали Тебе, Боже. Не только здесь в церкви, на работе, дома, в семье, в общении, в магазине, за рулем, на дороге. Где бы мы не были, Господь, чтобы мы угождали Тебе. И Твое сердце радовалось, Ты был доволен, взирая на нас, как Ты говорил, сатане. Обратил ли Ты внимание на раба моего Иова. Аллалюя. Чтобы наша жизнь была благоуханным курением, Господь, в глазах Твоих. И радовало Тебя и Твое сердце во имя Иисуса Христа. И в конце концов, Боже, я молюсь, чтобы мы становились плодоносными ветвями. Я молюсь за моих братьев и сестер, за себя, за всех нас. Чтобы мы становились плодоносными ветвями, воспроизводящими Твою жизнь. Воспроизводящими Твою жизнь, Господь. В избытке, во всей полноте и богатстве переживаний. Господь, чтобы мы источали Твою любовь. Твой мир. Твой покой. Твою радость. Твое терпение. Твое милосердие. Твое сострадание, Господь. Во имя Иисуса Христа. Чтобы люди, соприкасаясь с нами, они видели разницу между верующими и неверующими. Между служащими и неслужащими Тебе, Господь. Во имя Иисуса. А чтобы наша жизнь, она была той визитной карточкой, которая будет привлекать людей ко Христу и в Царство Божье. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Да, спасибо большое. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Давайте скажем. Дя. 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 Дя.